Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Латвии. Евгений Лукьянов, у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день, Абик, и добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот мы как раз беседуем накануне очень большого международного события, большой двадцатки. Я так понимаю, что есть определенные ожидания у всего мира и у Российской Федерации. Уже понятно, что будет двусторонняя встреча президента России с президентом Соединенных Штатов. Вот как в России оценивают предстоящую встречу двадцатки? Ну, прежде всего, надо сказать, что двадцатка, безусловно, один из важных международных форматов, в которых Россия принимает участие. Безусловно, в нынешнее время, когда мы видим использование торгово-экономических санкций и как продолжение политики отдельных государств. Раньше говорили, что продолжением политики является война. Но сейчас, слава богу, экономическая война. Но, тем не менее, это серьезный инструмент, который используется, с которым мы не согласны. Мы считаем, что торгово-экономические отношения как раз должны служить для повышения взаимопонимания, для решения главных задач любого государства, то есть роста социально-экономического здоровья граждан своих стран. И поэтому двадцатка в этом смысле, безусловно, важный форум. Тем более, что ожидаются интересные встречи нашего президента и с президентом Китая, и с президентом Турции. И анонсировано согласие и желание американской стороны о том, чтобы прошла встреча господина Путина и господина Трампа. Это можно только приветствовать. Это, на мой взгляд, движение в нужном и правильном направлении. Я, вот вы упомянули экономическую войну, но мы знаем, что идет и война информационная, и многие, в том числе, к сожалению, в Латвии, возможно, пребывают в таком ощущении, что идет какой-то процесс изоляции России, вот это санкции, мы сейчас еще что-нибудь усилим, еще какую-нибудь там 238-ю санкционную поправку какую-то введем, и вот, наконец, добьемся чего-то. Ну, безусловно, информационное поле, информационное пространство в современном мире, это четвертое измерение. Вот я, например, вырос и привык знать, что мир трехмерен. А вот сейчас я убеждаюсь, что он не трехмерен. Трудно сказать, четырехмерен, это как-то не по-русски звучит. Но появилось еще одно измерение, в котором привычные формы отношений, привычные формы обмена мнениями, информацией и высказывания своей позиции носят наднациональные, надгосударственные, надсуверенитетные, если так можно выразиться, характер. Там нет границ, там нет суверенитетов, там нет государств. Там есть мнение участника этого процесса, или, как говорят, пользователя. Так вот, безусловно, в этом пространстве можно найти все, что угодно. Можно понять, что там, или подумать, точнее, что все дозволено. Там стирается ответственность за свои слова. А слово ведь, как говорится, страшнее пистолета. Об этом почему-то забывают. И ослабить, скомпрометировать какую-то идею или конкретного человека, политика, гражданина достаточно легко. Но ответственность за это не наступает. Это приводит к безответственности. Это такое, на мой взгляд, неправильное положение дел. И позиция России, кстати, по поводу киберпространства и международной информационной безопасности достаточно конкретна. Уже последовательно в течение не менее 10 лет мы работаем на всех возможных площадках. И ООНа, и БРИКСа, и ШОСа, и других наших партнеров, допустим, в Европе, в Азии, Африке, в Латинской Америке. И мы предлагаем регламентировать, упорядочить это пространство, где отношения подчинялись бы определенному международному законодательству. Можно нас, конечно, сразу тут обвинить в том, что вы хотите ограничить интернет. А вы хотите его сделать там суверенным или обрезанным, или извините за термин. Но речь ведь идет не об этом. Речь идет о том, что бездумное использование такого серьезного и очень важного цивилизационного, технологического ресурса должно быть на пользу. А эта польза, она же ведь сумма интересов, сумма компромиссов и договоренностей. А это, собственно, и есть международное право. – Да, вот говоря об изоляции или неизоляции, совсем недавно состоялась Санкт-Петербургский экономический форум. – Ну да, там нас изолировали по полной. – Просто по полной, извините. – С учетом количества контрактов подписанных. – Я сейчас на память-то многого не помню, но у меня есть тут небольшая справочка. Я позволю себе зачитать цифры. Я уж не говорю о том, что там было представлено 145 национальных флагов и порядка 20 тысяч участников. Там были такие руководители, которые, наверное, стремятся к этой цели, как глава КНР господин Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, президент Болгарии Румен Радьев, премьер-министр Словакии Петер Пелегрини, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Делегации также были достаточно представительны. Ну, вполне понятно, что китайская была самая большая. – Да. – Понятно, что тысячи человек для нас – это огромная делегация. Ну, для Китайской, наверное, республики, наверное, это такой рядовой поезд дружбы. Но вот американская делегация – более 500 человек. – Более 500. Это страшная изоляция. – Ну, 520, если быть точным. – Это страшная изоляция. – Ну, да. Тут, похоже, что-то заизолировано. Делегации Франции, Японии, ФРГ, Швейцарии, Великобритании, перечислять, я говорю, 145 флагов. 650 соглашений. Причем это мы говорим о тех соглашениях, предмет которых не является коммерческой тайной. – Да, есть же еще и… – Есть еще и такие деликатные вещи, которые оглашать поначалу не принято. – Так вот, общая сумма – 3,1 триллиона рублей. На прошлом форуме было 593 соглашения на сумму 2,625 триллиона рублей. Я боюсь это переводить в доллары, собственно, это и не нужно. – Это большие средства, большие. – Рубль – нормальная, серьезная валюта. Ну, наверное, изоляция вот на марше, как бы это так можно сказать. Вы знаете, с изоляциями вообще история очень грустная. Я помню, последний, кто так значимо пытался это осуществить, это был Наполеон Бонапарт. Он Британию собирался изолировать, там, континентальный блокад. Ну, в Ватерло ему показали итоги этой изоляции. Наверное, у британца было время консолидироваться, пока они были в изоляции. Да и у нас получается с этим неплохо. – Мы знаем официальные цифры. – Знаете, я вам открою небольшую тайну. Надеюсь, меня за это простят в Москве. За эти годы изоляции, санкций у нас в стране образовалось серьезное экономическое лобби товаросельхозпроизводителей, которое категорически возражает против снятия санкций. Объем экспорта из области вот этой нашей экономики, сельского хозяйства, превысил экспортные объемы наших вооружений. – Это же о чем ты говоришь? – Это о чем ты говоришь? Так что изоляция, конечно. – Ну, фактически, это ведь возможность и показать свой потенциал во всех областях. – Нет, ну, во-первых, понимаете, я не пытаюсь создать у наших слушателей, у вас, что в России все решено, все замечательно, все классно. У нас масса проблем, которые мы должны решать. И эти проблемы наши, внутренние, у нас основа, главный тезис нашей концепции национальной безопасности, он очень просто сформулирован. – Повышение социально-экономического уровня жизни населения Российской Федерации. – Вот что главное, да? – Все остальное вторично. – Вот этим все и объясняется. – Не надо там говорить о каких-то там экспансиях, агрессиях, там, замыслах. Ну, обычно об этом говорят, кому за это, ну, извините за откровенность, хорошо платят. Или кому это просто выгодно. Есть ведь разные интересы. И поэтому у нас другие приоритеты. – Вот не могу не спросить, естественно, о близкой нам теме и нашем радиослушстве, это латвийско-российское отношение. Один момент, совсем недавно, уже казалось, что, ну, есть какие-то подвижки позитивные, сигналы пошли от латвийской страны. Вы об этом говорили и на День России во время приема. Мишмидовские консультации прошли довольно успешные, вот эта встреча на полях СГБМ, Совет Государственного Балтийского моря. Но такое ощущение, может быть, я не прав, если я не прав, поправьте, что мы там один шажок вперед, ну, я имею в виду Рига официальная, два шажка назад, я имею в виду и вот вся сейчас, как-то повежливо сказать, какая-то истерика вокруг ПАСЭ, да, участвовать, не участвовать, бойкот, не бойкот, сейчас мы вообще не будем ездить в ПАСЭ, да, и так далее. Вы знаете, я очень сомневаюсь, что нынешний слой политиков Латвийской Республики когда-то внимательно изучал Владимир Ильича Ленина. Шаг вперед, два шага назад, это, в общем-то... Молодые вряд ли, точно нет. Абсолютно точно. Но, понимаете, парадокс ведь в чем? Политика искусства возможного, да? И я бы, например, не связывал какие-то сиюминутные реакции, такие иногда, может быть, осмысленные, иногда, может быть, спонтанные, которые бы существенно повлияли на то качество наших отношений, которые выше, как бы, вот таких... Конъюнктурно-эмоциональных комментариев. Ну, ПАСЭ, ну, извините, если уж мы об этом говорим, и это наверняка сейчас у всех на слуху, ПАСЭ – международная организация, насколько мне известно. Да. В этой международной организации принимаются какие-то решения. Обязательно, а не не обязательно. Это уже другой вопрос. Раз они принимаются, значит, существует регламент, который является следствием статута, устава или каких-нибудь, как здесь говорят, регул ПАСЭ. Решение, согласно регламенту, было принято о возвращении России в рабочем состоянии в эту организацию? Насколько я понимаю, да. Да. Большинством голосов? Большинством голосов. Ну, то есть, иначе говоря, по регламенту. Там не нужно квалифицированное большинство, там 118, кажется, за, 60 с чем-то, против. Большой перевес, кстати. Ну, неважно. Вы знаете, это арифметика. Если мы еще по численности будем стран считать, которые приняли, которые не приняли, ну, это тоже будет тогда совершенно лукавая ситуация. Но я не об этом. Никого не лишают права высказывать свою точку зрения об этом решении. Пожалуйста. Ведь это политическая культура. Это демократический процесс. Если мы говорим о цивилизованном поиске решений, но это не значит... Понимаете, я думаю, что никто в латвийском правящем Бумонде не хочет вернуться к времени, когда был одобрямс. И единодушное одобрение и поддержка. Наверное, это как-то из другой оперы. Ну, а здесь, ну, хорошо. Ну, вот эти семь стран, кажется, да? Да. Высказали свою, так сказать, точку зрения. Высказали намерение подготовить какой-то документ для рассмотрения уже на пленарном заседании. Ну, пускай готовят, пускай рассматривают. Там, я не знаю, 8-го, кажется, это число должно быть, да? Ну, наверное, это не случайно в день инаугурации нового латвийского президента делается, может, это совпадение. Не знаю. Поживем, увидим. Да, но вот возвращаясь к латвийско-российским отношениям, все-таки вы чувствуете какие-то, не знаю, там, позитивные сигналы? Вы знаете, здесь нужно, чтобы не растекаться водой по древу, я могу говорить долго и кругло. Существует два, если можно так сказать, уровня наших отношений, если можно назвать это уровнем, в правильном понимании уровня. Они, прежде всего, дипломатически, и, следовательно, все, что связано с дипломатическими отношениями сторон, должно неукоснительно соблюдаться. Совместные двухсторонние международные соглашения, где мы, стороны и участники решения консульских вопросов, торгово-экономические вопросы, культура. Все это работает. Все это живет. Есть различия, опять-таки, различия в точках зрения на определенные события, которые существуют в мире как следствие, допустим, наших действий или как следствие нашего бездействия. Ведь можно и так сказать. И вот это воспринимается и оценивается положительно или отрицательно латвийским руководством. И в этом нет ничего необычного. Но, в конце концов, я знаю, что нам все время говорят, что мы должны выполнить Минские соглашения, стороной которых Россия не является. Кстати. Ну, это кстати просто. Это уже вот давно. А Латвия тоже говорит, что должны. Ну, конечно, должны с точки зрения Латвии. Ну, мы-то здесь тогда что должны делать? Мы должны стать стороной этих соглашений или продолжать находиться вне рамок этого соглашения, безусловно, содействуя их решению. Но возлагать на нас ответственность за их имплементацию, ну, с нашей точки зрения, это как-то очень романтично. Или, допустим, возьмем другой еще такой пульсирующий вопрос, как это называется в некоторых странах и в международном обороте это все существует. Аннексия Крыма. И вот нам говорят, что мы должны вот с этим разобраться. Мы уже разобрались. Уже все решено. В 2014 году было принято внутригосударственное решение в соответствии с нашей Конституцией, потому что мы принимаем независимый Крым в состав Российской Федерации. Для нас вопрос закрыт. А у кого-то он остается вот таким пульсирующим, я не знаю, так сказать, пульпитом. Ну, жаль, конечно, больно, наверное. Ну, давайте тогда, я не знаю, что, к стоматологу там или к шарлатану какой-нибудь. Но вопрос закрыт, да? Ну, для нас вопрос закрыт. Это территория Российской Федерации со всеми вытекающими из этого последствиями, с границами, с морскими границами, экономической зоной и всем остальным. Ну, мы это, кажется, не скрываем ни от кого. Но нас не хотят слышать. А потом возникают конфликты из-за этого, да? А потом нам говорят, что вы удерживаете военнопленных, боевые корабли. Это вот недопустимо. Мы не воюем с Украиной. Это Украина говорит, что она воюет с агрессором. Ну, так тогда украинцев и спрашиваете. Ну, их не спрашивают. Или, может, их спрашивают, но как-то не так, как нас. А если в этом мире отменяется в определенных его частях понятие правовое государственные границы, то мы ничего об этом не знаем. Ну, мы, наверное, отсталые. У нас есть государственная граница. Мы ее охраняем. Странно, действительно. Ну, странные такие мы люди. Ну, что русские? Ну, понятно вообще. Это многое объясняет. Мы как ее охраняли, так и будем. Это называется у нас священный рубеж. Неужели непонятно, да? Не знаю. Не знаю. Да. Ну, тем не менее, вы же открыты для диалога, да? Я так понимаю, на этих межминейческих консультациях позиция же была обозначена, да? Уж извините, куда быть более открытыми, если вообще-то минские соглашения, там чуть ли не до утра обсуждали главы государств при активном участии нашего президента. И мы можем говорить о том, что это наш общий результат. И почему возник нормандский формат? Кстати говоря, да. Ну, с чего вдруг-то вот так вот? Опять мы кого-то завели куда-то не туда вообще? Конечно, могут быть ассоциации, что это сказка о тройке. Ну, там не тройка, там четверка. Украина тоже там присутствует. Может быть, кого-то не хватает для решающего, так сказать, движения к результату. Может быть. Ну, это предмет обсуждения, а не... Вот завтра как раз можно будет обсудить, да? В том числе и завтра. Почему нет? Евгений Лукьян, у нас в студии посол России в Латвии. Еще много тем есть для обсуждения. Не переключайтесь, небольшая пауза на новости и рекламу. Потом продолжим. Евгений Лукьян, у нас в студии посол Российской Федерации в Латвии. Такого просто хотел задать. Ну, мы знаем всю сложность истории и повестки дня. Но вот, тем не менее, вы как-то в одном интервью сказали, что вы не верите в то, что парламент в Латвии сей может принять решение о демонтаже памятника освободителям. Но, тем не менее, нельзя игнорировать тот факт, весьма тревожный, что все-таки дан зеленый свет рассмотрению этой инициативы. Сейчас прямо две комиссии будет по иностранным делам, по образованию. Вот как вы это все понимаете? Я хотел бы уточнить. Мне задан был вопрос, будет ли памятник сохранен или нет. Я ответил, однозначно будет. Я не говорил о решении сейма. Да. Вы по факту сказали, будет или не будет. И меня, в общем-то, честно говоря, и как посла, и как иноземца, ну, может заинтересовать процесс обсуждения и поиска решения, так сказать, в парламенте этой страны. И решения мне интересны, но это не мои решения. Я нерегистрированный избиратель, я никого здесь не избирал и не собираюсь избирать. И поэтому их решение – это их решение. Но есть одна такая интересная штучка, что решение местных законодательных органов в любой стране является вторичным или субординированным по отношению к международным обязательствам этой страны. Да, они находятся выше. И в этом смысле позиция МИДа Латвийской республики, министра иностранных дел господина Ренкевича, его пресс-секретарей, она совершенно однозначна. И поэтому я не могу сказать, что мне все равно, какое решение будет по итогам рассмотрения этого вопроса в этих комиссиях, если оно будет в тренде вот этой инициативы определенного человека, который собирал подписи за демонтаж этого памятника, ну, тогда это будет просто очень грустно. Мне будет искренне жаль латвийских парламентариев по многим причинам. А на самом деле, знаете, ну, во-первых, гадать – это дело неблагодарное. Вспомните Таллинн, эту историю с бронзовым солдатом. Ведь если бы, вот сейчас это можно совершенно спокойно сказать, если бы власти, компетентные власти, это же не было захоронения, так же, как и здесь, захоронения. И они могли бы поднять этот вопрос перед российской стороной, сказать, что в силу объективных развитий, там, инфраструктуры, транспорта, ремонта, там, ну, все что угодно, меняемое. Необходимо, по нашему мнению, перенести его на военный мемориал, на захоронение советских солдат. Я думаю, чтобы к этому Россия отнеслась бы вполне конструктивно. Но в итоге что произошло? Массовые беспорядки, погромы, и человек погиб. Погиб, да. Мальчишка погиб. Почему? Из-за дурости какого-то чиновника, который принял такое решение или санкционировал его. Мне кажется, нужно понимать ответственность за свои решения. Если этим духом будут руководствоваться депутаты СССР, они примут правильное решение. Если как-то по-другому, они примут другое решение. Но опять-таки, повторяю, реакция Москвы все-таки может быть соответствующей. Ну, знаете, вот недавно совсем, кажется, все заинтересованные лица могли увидеть, как мы реагируем на то, что было инспирировано и инсценировано в Грузии. Это было что-то интересное. Ну, во всяком случае, я получал вопросы примерно такого плана. Ну что, Россия теперь решила вот, наконец-то, отвечать? Ну да. Да. Отвечать. Пора уже. Да. Ну, вы знаете, в конце концов, наверное, можно подставлять вторую щеку. Но третьей-то у нас нет. Раз щеки кончились, то вот добро должно быть с кулаками. Была такая фраза в свое время. Да, вот здесь приходит и по WhatsApp такой даже не вопрос, а комментарий. Добрый день. Россия по определению самодостаточная страна. Ей только надо было помочь ввести санкции. И раньше президенту России трудно было аргументировать лоббизм своего производства. Теперь это легко. Ну, здесь, наверное, контекст того, что вы сказали. Я думаю, это констатация. Констатация, да. Вы знаете, мы не провоцировали введение против нас санкций. Мы не мазохисты. И более того, санкции – это серьезный инструмент, который наносит нам урон. Мы за пять лет санкций потеряли, недополучили, точнее, 50 миллиардов долларов. Если наши радиослушатели знают ВВП Латвии, то, наверное, они поймут, что это в два раза больше, чем ВВП Латвийской республики. Вопрос в другом. Вопрос в другом, что это нас дисциплинировало. И, может быть, лишило каких-то иллюзий в очередной раз. И, может, опять приходится вспоминать императора Александра Третьего. Какие союзники в действительности есть у России. Да. Потому что, поименовав этих двух союзников, армии и флот, а на этом фразе-то не заканчивалось. Нет, не заканчивалось. Там стоит через запятую, а все остальные обязательно предадут. Эту, по-моему, последнюю фразу знаковую почему-то все забывают. Ну, наверное, не случайно. Да. Вот есть и такие оптимистические нотки. Совсем недавно принято решение о упрощенном режиме поездок в Клининград. Речь идет о том, что можно электронно задекларироваться и въезжать в Клининград. Очень важное событие. Я думаю, для многих латвийцев, может быть, несколько слов об этом. Да, действительно, такое решение состоялось. И, понимая, что это вызывает вопросы, мне их уже тоже задавали, я просто позволю себе зачитать текст этого документа. С 1 июля 2019 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 15 мая 2019 года, номер 595, граждане следующих государств могут оформлять на специализированном сайте МИДа России, идет его адрес, однократные деловые, гуманитарные и туристические визы в форме электронного документа. Электронные визы, иначе говоря. Для посещения Калининградской области Российской Федерации. Речь идет только о Калининградском регионе. Что тоже неплохо. Ну, идет перечисление государств, сейчас я скажу, сколько их тут, 52 государства, и Латвия на 23-м месте по алфавиту. Ну, то есть граждане Латвии могут уже заполнить рекомендации. Более того, электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на сайте, дается адрес. Не позднее четырех календарных дней до предполагаемой даты выезда. С прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. То есть минимум манипуляций. Минимум. Надо правильно набрать адрес этого портала. Все заполнить, приложить фотографию. Все заполнить, приложить фотографии в добрый путь. Вот, собственно, все. Это произойдет с 1 июля. Ну, это же хороший жесть. Да это, мне кажется, очень правильный, очень нормальный. И более того, эта работа будет продолжена. Это сейчас только, будем говорить, может быть, один субъект, но это тестовый вариант. Потому что в конце концов, понимаете, ведь уже многие годы мы говорим о безвизе для российских граждан с Европейским Союзом. ВОЗ и ныне там. И до 1940 года тоже было ни шатко, ни балко, если честно. Понятно, что будем говорить об этом, этот процесс будет продолжаться. Но мы со своей стороны демонстрируем другой подход. Пожалуйста, да? Пожалуйста. Как говорится, welcome. Welcome, да. Ну, вот прошлогодний чемпионат мира по футболу для россиян был событием и праздником. А что творилось с нашими гостями, вы, кажется, могли спокойно видеть на любом телеэкране. И потом еще сколько в социальных сетях. Уже Никольская улица стала вообще, наверное, таким именем нарицательным. Более того, несколько сотен гостей так мы до сих пор найти не можем. Они так и не покинули Россию. Куда они смылились, я не знаю. Но, по-видимому, они продолжают чемпионат. Да. Что касается межправ комиссии, есть ли какие-то надежды, предпосылки, сигналы, что в этом году может состоять заседание? Потому что, наверное, важно, чтобы все-таки, несмотря на все сложности взаимоотношений, какие-то форматы диалога сохранялись. Вы знаете, очень хороший вопрос. Спасибо вам как раз за эту формулировку окончательную, что должны сохраняться форматы. Дело в том, что, по-видимому, вот эти политические оценки и разногласия, которые между нами существуют, они сохранят себя и свою актуальность и в будущем. Да, и завтра это не изменится. Ни в коем случае, да. Ни в коем случае. Но одновременно добрососедские отношения между странами – это приоритет иного качества, иного смысла. И межправкомиссия как раз должна и может быть тем инструментом, уже существующим инструментом, с учетом рабочих групп, направлений, экономика, культура, я не знаю, все что угодно другое, для того, чтобы наполнять эти отношения конкретным содержанием. Не случайно же сопредседатели с обеих сторон – это люди, ответственные за транспортную отрасль и в Латвии, и в России. Ведь мы понимаем прекрасно, что такое транзит для латвийской экономики, для занятости, для бюджета. Порты. Порты, естественно, и я всегда об этом говорю, позволю себе повториться, когда начинаются какие-то панические крики, завтра Россия опустит шлагбаум, рельсы разберет. Насколько я понимаю, до Пыталова рельсы разобрали, но с латвийской стороны. Это я знаю, там была дорога, сейчас ее нет. Мы со своей стороны рельсы не разбирали. Так вот, и здесь мы не собираемся опускать шлагбаум, ну, для того, чтобы это не выглядело слишком вкусно и очень так это привлекательно, я объясню, почему. Один из аргументов в том, что наши порты замерзают, а латвийские – нет. Так что бизнес дырочку найдет, и это будет, и тем более цифры переваленных грузов в портах и перевезенных по железной дороге, они говорят сами за себя. Все равно, несмотря на санкции… Да, мы, кстати, видим, что несмотря на санкции вообще и в других областях идет все-таки торговое экономическое сотрудничество. Ну, безусловно, идет. И что меня очень радует, и я сторонник именно этого тренда, я говорю о приграничном сотрудничестве. Вот люди, которые на земле, с этой стороны границы, с нашей стороны, они друг друга понимают гораздо лучше, чем политики с обеих сторон. Потому что политики там в креслах сидят, в парламентах. Они немножко далеки от земли. Они получили доверие избирателей с мандатом и наказом. А когда они к этому избирателю вернутся? А избиратель он каждый день на земле живет, землю обесхаживает и понимает, что если он день пропустит, как это говорят, один летний день зиму кормит. Так вот, это процесс, который не может быть остановлен. И что самое главное, это понимают и в Брюсселе, и в Москве, и в Риге, и в Москве. И у нас есть программа «Россия-Латвия», которая имеет, ну, не очень большое, ну, порядка 30 миллионов евро финансирования. Она вот сейчас истекает. В следующем году уже согласована следующая программа на очередной цикл, тоже четырехлетний, кажется. Здесь сотрудничество есть. Оно есть, и его надо развивать. Причем, ведь что удивительно, оно взаимовыгодно. Взаимовыгодно, прагматично взаимовыгодно. Если речь идет, допустим, о совместном производстве чего-то интересного для россиян с латвийской технологией, с латвийской экспертизой, то тогда это же экспортные возможности для этого предприятия и в России. Конечно. И в Евросоюзе. Или наоборот. Если здесь будет российский капитал, надо, правда, подождать, когда ремонт финансовой системы закончится. Да. Потому что тут, когда ремонт идет, обычно ничего другое... Надо сказать, что есть у ремонта начало, нет у ремонта конца, да. Может, нет, конец будет, безусловно. Да. Какой только вопрос. Как говорится, «Свейсланд има вида», «Свейцария никогда». Осталась Латвия. Но это еще не значит, что в Латвии все должно быть плохо. Ну что ж, на это тоже мы уповаем. Может быть, я еще такой вопрос, который хотел задать. Возможно ли расшатать, не знаю, но расшатать, может быть, не то слово, но как-то возобновить и диалог, не знаю, примерно на уровне историков. Сначала вроде все так хорошо начиналось, потом и историки ударились в политику, я извиняюсь. И я как раз в недавних моих обменах мнениями с сопредседателем с латвийской стороны, межправкомиссии, министром сообщения, господином Линкайцем, упомянул о том, что неплохо было бы историкам все-таки тоже подумать. И привел, кстати, один пример, который, в общем-то, ни в нашей, будем говорить так, информационной среде не очень поминается, ни в среде этого государства. Я говорю о работе группы историков Польши и России. Они до недавнего прошлого выпускали даже совместные публикации академические. Да, несмотря на всю сложность тоже взаимоотношений исторических. Более чем, более чем. Ну, по крайней мере, если уж так совсем огрубить эту ситуацию, мы Латвию не делили, а Польшу делили неоднократно. Уж чего тут отрицать? Греха заить, да. Да, это все было. И, кажется, в 1792 году польская государственность практически исчезла на долгое время, почти там на столетие. И не знаю, я с академиком Чубарьяном встречался здесь, когда он приезжал, он сопредседатель этой группы с нашей стороны. Это известный наш историк, это историк объективистский, профессиональный, незашоренный, идеологический, какими-то там клише. Это человек, с которым можно работать и можно искать точки зрения, даже если они не совпадают. Но, в конце концов, давайте так уж говорить, наверное, история – это та отрасль науки, которая подвергается сиюминутному насилию постоянно. Ну, надо же все-таки уходить от этого. Наверное, все-таки… Я не говорю о том, что мы все узнаем правду. Говорят, не узнаешь правду – проживешь счастливым. Но, по крайней мере, определить точки координат, точки несовпадений, совпадений – это было бы полезно. То есть, в принципе, здесь вы настроены довольно… Я только за. К сожалению, я не могу решать этот вопрос, это вне моей компетенции. Но я думаю, что здравый смысл все равно возобладает, и несмотря на все эти тернии… Кстати, в завершении, вот так вот время у нас быстро подходит к концу, вы, наверное, обратили внимание на высказывания, их много, правда, было, новоизбленного президента, господин Левец, который, в принципе, я понимаю, после дополнительного опроса журналистов уточающего, тем не менее, не исключил, что да, возможно, будет какая-то встреча, так он надеется, даже если понадобится, с президентом России. Ну, видимо, как отголоски все-таки встречи президента Эстонии, поездка в Москву. Ну, знаете, в этих авторах, о которых мы говорили в перерыве, у Стоянова и его коллеги, была такая реприза. Человек сидит в поезде и спрашивает у проводника, а до Таллина далеко? Он отвечает, нет, недалеко. Да. Потом через два часа он опять спрашивает, и он отвечает, да, уже далеко. Далеко, да. Ну, я не думаю, что здесь нужны какие-то гонки далеко до Таллина, до Москвы, или кто первый встретится. Вы знаете, тут все зависит от... Кстати, президент Эстонии, если я не искажаю ее высказывание, оно было опубликовано в местной прессе, смысл его был в том, что ее визит она рассматривает как некое обретение государственной зрелости Эстонской республики. Так примерно, оно и сказано. Примерно так это было. Государственности, лечь тут. Очень правильная оценка. И что самое главное, Россия поддерживает такой подход. Мы считаем, что голос малых народов и государств должен быть услышан наравне с традиционно, как бы, такими большими государствами. Почему мы говорим о многополярном мире? Именно поэтому. Именно поэтому. Потому что всем солнце светит одинаково. И в конце концов, почему маленькая страна должна быть обязательно или лимитрофом, или субординированным, или там еще каким-то образованием? Это неправильно. Это абсолютно не цивилизованно. Поэтому повестка дня. Вот что самое главное на таком уровне. Поэтому я так понимаю, что и встречи происходят в двухстороннем формате, а не так, что три президента и один. Ну, тут не трудно комментировать график президента Трампа. Может быть, он так загружен, что он может только троих принимать одновременно. Тут уж, как бы, наверное, это его протокол работает. Вопрос в другом. Отказа в этой встрече ни от кого не поступило. Евгений Укьянов у нас был в студии. Посол России в Атвии. Спасибо большое. Спасибо вам, Абик. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас за эту возможность пообщаться в эфире вашей радиостанции. Я всегда начинаю день именно с ваших передач. И благодарен вам за очень разнообразную подачу различных материалов. У вас хорошая команда, очень талантливая, очень творческая. И я желаю вам успехов, равно как и успехов всем радиослушателям, которые отдали свое время для того, чтобы нас послушать. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.